Продолжаем информбюро. Парамедики придут на помощь казахстанским врачам и фельдшерам. Они будут наряду с медиками оказывать первую помощь пациентам. В Минздраве уверены, это пойдет на пользу работе неотложек. Кроме того, по новым правилам, станции скорой медицинской помощи появятся в населенных пунктах с населением в 100 тысяч человек и больше. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Парамедики будут работать с врачами и фельдшерами в казахстанских неотложках. В Минздраве внесли изменения в правила работы скорой медицинской помощи. В ведомстве решили, что в каретах скорой помощи нужны такие помощники. Это люди без медицинского образования, но прошедшие курс профессиональной подготовки. Они будут участвовать в работе бригад неотложек. Обучение кадров займет порядка трех месяцев, а затем они станут полноценными работниками скорой. Такие лица проходят сертификационное обучение и обучаются навыкам оказания первой помощи. Как оказать, допустим, помощь при остановке сердца, при кровотечениях, либо при травмах различные, как проводятся, накладываются шины. То есть, в принципе, это должен знать любой человек. То есть, это помощь к врачу или фельдшеру. Обучать на парамедиков будут водители неотложек. Специалисты говорят, они и так иногда помогают врачам и фельдшерам на вызовах. Но теперь станут делать это профессионально и получат за это дополнительную зарплату. Да и искать новые кадры не нужно. В Шемкенте, например, выезжают на вызовы 102 бригады скорой медицинской помощи, где посменно работает больше 400 водителей. Всех их по желанию будут обучать на парамедиков. Мы собираемся обучить водителей на парамедиков, провести обучение у себя, выдать сертификаты. И водители у нас будут работать с парамедиками, будут оказывать помощь вместе с медработниками. Парамедики, они работают при медработниках, то есть ту же функцию будут выполнять, оказывать медицинскую помощь, где нужно транспортировать, перевязать, например, травмы. В день в Шемкентский колл-центр скорой медицинской помощи поступает до 1800 звонков. Чаще всего обращаются пациенты с температурой и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В новой редакции правила работы скорой медицинской помощи также прописано, что в моногородах с численностью населения от 100 тысяч человек по усмотрению местных исполнительных органов будут организовываться самостоятельные станции скорой медицинской помощи из расчета одна бригада на 10 тысяч населения. Но этого количества может не хватить, говорят специалисты. Да и в некоторых городах проживают меньше людей. Щучинск, Балхаш, Сатпаев, Ахсу, Архалак – никакие из этих городов не подпадают под новый приказ. То есть не могут организовать самостоятельную станцию скорой помощи. И нужно было бы оценивать плотность проживания населения в этом городе. Может быть там контингент самого населения более старый, более болезненный. Или какие-то экологические проблемы. Или это более молодое здоровое население. Или в этом моногороде есть повышенные производственные риски. По словам экспертов, в сфере оказания скорой медицинской помощи есть и кадровые проблемы, и нехватка технического оснащения, которые также надо решать. Анастасия Новикова, Абзал Туребеков, Фонд Форум Бюро.